Привет, Анастасия. Секундочку, сейчас. Просто немножко заглючила. Всё. Скажи пару слов о себе. Скажи, есть у тебя опыт в анимации. И давай мы начнём с задавания твоих вопросов, а потом разберём твою работу. Меня зовут Анастасия. Я учусь на факультете мультимедийного дизайна в Харькове. У меня есть небольшой опыт в анимации, совсем маленький. Вот. Но я записываюсь на дополнительные курсы по анимации. Анимацию не учила, да? Ну, анимацию... Не училась, не работала, а именно любительски. Ну, да, да. Училась, но нам, если честно, мало преподавали 2D-анимацию, ну, скорее, ну, другие какие-то диджитал-мови-штуки. Ну, давай тогда спрашивай свои вопросы, я постараюсь ответить на них, и потом посмотрим твоё анимацию. Ну, первый вопрос... Ой, секундочку. Сложно ли попасть в индустрию мировую к анимации? Окей, значит, смотри. Во-первых, то, что ты молодая, это, естественно, большой плюс, и это тебе поможет. Вот. Потому что для того, чтобы попасть в мировую индустрию, нам нужно немножко к этому подготовиться. Во-первых, естественно, если ты говоришь про мировую индустрию, зависит от того, куда ты хочешь. То есть язык, это языковой барьер, имеет значение. Во-вторых, естественно, документы, да, то есть нам нужно или визу, чтобы нам сделали, или чтобы нас пригласили на работу, или эмигрировать. Теперь, я считаю, что, в принципе, визу сделать реально, чтобы тебя позвали, если, смотря в какую мировую индустрию ты хочешь попасть, так, и то, смотря, что ты хочешь делать. Но для этого тебе необходимо поднабраться опыта. То есть просто так джуниоров, да, начинающих аниматоров, очень редко зовут в мировую индустрию, потому что это невыгодно компаниям, да, то есть это может быть только интернатура. Интернатура на несколько месяцев. То есть это очень надо, чтобы тебе повезло, чтобы тебя взяли куда-то в такое место. Но варианты есть. То есть реально. Большие компании дают интернатуру, но самым талантливым. Самые, которые вот действительно стоящие. Вот. И в основном для того, чтобы на интернатуру попасть, нужно являться действующим студентом какой-то большой школы. Редко на интерна берут без школы, потому что это студированные места, которые оплачиваются государством частично, потому что те материалы, которые студенты производят, они не пользуются в производстве. В основном они работают с живыми ригами в компании, но, скажем, если это Harmony, это живой риг из Harmony, если это Flash, это Build из Flash, если это 3D, это живой риг из 3D, но при этом сама компания профит от этого не имеет, потому что она не может пользоваться анимацией этих студентов, потому что они недостаточно хороши. Есть неинтерны, да, то есть есть, допустим, позиция Junior Animator, которая, в общем-то, говорит о том, что ты начинающий аниматор, от которого меньше требуют, меньше квота, то есть он меньше будет успевать, и, соответственно, тоже понимают, что, скажем, 50% от его работы, оно будет непользуемое или надо изменять, и его надо трейнить, натаскивать. Компании выгодно брать Junior, только если они, во-первых, дешевле, да, скажем, вместо того, чтобы взять одного Senior, да, очень сильного аниматора, они могут обычно взять 5 по цене начинающих аниматоров, но выгодно только, когда они видят, что человек талантливый, то есть если ты, например, талантливая, то компания захочет в тебя вложиться, чтобы не потерять тебя, потому что они думают, что ты выгодное вложение, что они, например, тебя подписывают на контракт на 3 года, один год ты учишься, а остальные 2 года, когда ты уже натаскиваешься, компания продолжает платить тебе маленькие деньги, но при этом они получают обратно твои уже знания, которые ты научилась у них. Почему им платят меньше? Потому что, опять же, как я и сказала, очень много времени другие люди будут тратить на тебя, компания в тебя будет вкладываться, к тебе будет приставлен человек, который тебя будет обучать, у которого ты будешь спрашивать вопросы, супервайзер будет тебя тренить, да, то есть это время, потраченное другими людьми, это вложение для компании. Поэтому для того, чтобы компания решила в тебя вложиться, ты должна что-то такое послать, то есть какой-то такой шаурел, который будет именно, во-первых, говорить то, что компания делает, то есть, например, если компания анимирует, я не знаю, динозавров, это должны быть абсолютно динозавры, да, то есть если она собирается делать этот фильм. Если компания анимирует гармони, это должен быть гармони, если это классическая анимация, ты должна им посылать чистый классический шаурел, у тебя нету вариантов, ты должна показать, что ты хорошее вложение, потому что все всегда заканчивается вложением, да, то есть нужно ли компании головная боль такая, как ты, потому что все джуниор-аниматоры, они головная боль, потому что все синьоры, все супервайзеры, все продюсеры, все директора будут помогать этому человеку встать на ноги и научиться. Теперь ты со своей колокольни должна выбирать ту компанию, в которой люди, которые тебя будут тренить, они тебя вдохновляют, да, которые могут тебя чему-то научить. То есть тогда это win-win situation, да, когда ты учишься, и компания с тебя начинает выигрывать. И обычно, если ты хороший джуниор, тебя оставляют, и ты продолжаешь работать, и ты уже как бы строишь карьеру внутри студии, и тебя любят, и тебя ценят и тому подобное. Так мы все начинали. Вот, поэтому это если, как бы говорить вот глобально, да, с чего вдруг бы тебя взяли. Теперь какие на самом деле ситуации еще могут быть, что бывает компания не успевает, да, и, соответственно, тогда она набирает больше джуниора, они имеют, потому что других найти не могут. То есть это даже, скажем, ситуация, что если бы в обычное время тебя бы взяли интерно, но, скажем, сейчас у компании не хватает рабочей силы, и они тебя соглашаются взять джуниора, потому что нужно же, что кто-то выполнял работу, а все остальные люди заняты на других проектах в мире, да, и, соответственно, у них не хватает, тогда они набирают тех же талантливых, да, но ставят их на ставки, которые по умолчанию бы год назад бы они бы не дали им. Или, скажем, джуниор-аниматор, которого берут синьор, только потому что у них нету более сильных аниматоров на данный момент. И тогда они могут ему дать визу. Это как бы такие ситуации. Ну, или самое оптимальное, когда ты лет пять отработала в индустрии, где-нибудь у себя, да, там, где ты живешь, набралась опыта в местных компаниях, или сама дома анимировала, да, сделала достаточно неплохой портфолио, и тогда они тебя сами пригласят. То есть ты посылаешь портфолио, они говорят, о, это хорошее вложение, это хороший аниматор, мы хотим дать ему визу. И тогда тебя уже как skills worker, да, то есть уже скиллы у тебя достаточно хорошие, компании хочется тебя заманить, тогда они начинают тебе предлагать деньги, больше, меньше, другие контракты, да, то есть ты уже действительно хороший работник, хорошее вложение. Окей? Угу. Вот. В общем-то как-то так. Спасибо большое. То есть у тебя два варианта, или идти на скиллы, так, или сидеть дома и создавать какое-то портфолио, которое вау, которое всех с ног собьет, и тебя возьмут как джиню. Ну, я лично считаю, что лучше все-таки студия. Мне кажется, что там рост быстрее в любом случае, потому что я как бы под надзором нахожусь, и больше какого-то отклика от людей получаю, ну, на свои работы, какую-то тоже критику, смотрю, как другие работают, ну, на их работы учусь там, в общем, мне кажется... И тогда другой вопрос. А какой стиль ты бы хотела бы анимировать? То есть вот, например, из всех существующих проектов на какой проект я хотела бы попасть? Из всех существующих проектов? Я думаю, что это, ну, наверное, что-то из сериалов анимационных, именно 2D. Мне, если честно, Рик не очень... Рик персонажей не очень нравится, но я люблю именно покадрово отрисовывать. Но я слышала, что Рик и Морти — это Рик персонажа, да? Вот. Но мне очень нравится этот сериал, и, может быть, что-то в этом стиле такое. Смотри, тоже вот очень важный совет, который я могу дать всем, которые собираются, куда бы то ни было, ну, как мечта, да, своя в жизни, более четко ставить свои цели. Если ты мне сейчас говоришь, что ты хочешь классическую анимацию делать, то Рик и Морти — это не классическая анимация, это комбинированная анимация в определенной программе, и нужно учить именно эту программу. Ежели ты хочешь делать специфический стиль, то есть в начале проекта, в начале нашей карьеры, я бы сказала, да, так, очень важно дать себе толчок куда-то в одно определенное место. То есть посиди с собой и определись, что конкретно ты хочешь делать. Классическая анимация, ну, я тебе скажу так, она сейчас почти не производится на сериалах, она производится, нету классической. Есть покадровая анимация в некоторых местах, есть 2D анимация в некоторых местах, когда пользуются определенные программы, в которые рисуют покадрово, да, но это уже не классическая, это не анимационная история. То есть мы говорим про покадровую анимацию. Теперь эти сериалы, они обычно попроще. Почему? Потому что, ну, производство стоит денег и, соответственно, покадровые сериалы, вот, скажем, какие у нас покадровые сериалы сейчас существуют. Это вот, скажем, Hums and Eggs, да, вот последний сериал, который был сделан. Знаешь его? Не-не-не, не слышала. Но я смотрела первую серию Отель Хаспин, это же покадрово. Это не сериал. Ладно, сейчас я... Ну, это не сериал, но там пилотная серия. Вот. Сейчас я на эту тему поговорю. Я только хочу найти, тебе показать сериал, который показывают. Ну, во-первых, да, есть проекты, которые делаются покадрово, но в программе Harmony, например, или в программе Flash, да, то есть есть, например, разные покадровые стилистики, когда используют немножко комбинированную технику, да, вот этот, например, сериал, он покадровый, но при этом там используют камеру, да, вот если ты не видела, то ты можешь его посмотреть, этот Hums and Eggs. Окей? Он рисованный. Здесь кусочек рисованный. Теперь он не совсем полноценный рисованный, там используются фичи Harmony программы, но, в общем-то, ты можешь увидеть, что здесь такая стилистика рисована. Соответственно, если интересует, можешь посмотреть и выбрать. Теперь есть еще некоторые такие же сериалы наподобие, которые используют ту же самую технику, покадровую анимацию в какой-то дигитальной программе. Теперь Ricky Morty – это Harmony, да, это программа, которая делает эту анимацию, она комбинированная перекладка с классической анимацией, то есть покадровой анимацией. Там, если ты не знаешь программу, шансов, что тебя возьмут на такой проект, Zero не возьмут. И, поверь мне, я знаю. Теперь, если говорить про вот этот Husking Hotel, это проект, который который не захотели делать другие студии. Это проект, которым профит не нашли другие компании. Это нужно учитывать, что все волонтерские проекты, на которых вы хотите участвовать, не всегда выгодно в них участвовать, потому что скорее всего, они не смогли найти кого-то, кто вложится в себя. Значит, изначально это убыточные проекты. Может быть, я ей желаю счастья, чтобы она смогла это все дело сделать, и мне нравится стиль, но у этого проекта очень много других проблем, про которые я здесь сейчас не буду говорить, и визуальные проблемы, и дизайна проблемы, и продакшн проблемы. Поэтому хотеть на такой сериал попасть, для того, чтобы научиться, это неправильное решение. То есть, для того, чтобы ты научилась, лучше идти на какой-то проект в студии, для того, чтобы тебя научили самое важное 2D-пайплайн. То есть, ты можешь быть самым замечательным аниматором, но если ты не знаешь, как работает студия телевизионная, создавая сериал, ты будешь интерном до конца своей жизни, хоть ты семь пядей во лбу, потому что это командная работа. Сериалы — это производство многих отделов, многих людей вместе, работа в сжатые сроки, и, соответственно, человек, который приходит туда работать, он должен уметь работать по определенному пайплайну. Окей? Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Так, ну, давай теперь посмотрим, я надеюсь, ответила на вопрос? Да, да, очень, я буду пересматривать это. Ну, давай тогда посмотрим твою анимашку. Угу. Окей. Значит, смотри, анимация хорошая, с учетом того, что ты сама училась, ты говоришь, что училась только по курсам Ричарда Вильямса и по всяким интернетным видео, это замечательно. Теперь, как всегда в таких случаях, что у нас возникает? У нас неплохое движение, да, то есть, и у тебя рисунок очень похож на рисунок Ричарда Вильямса, да, по стилистике, потому что ты училась на его анимациях. Теперь ты должна понимать, что эта анимация, она для начинающих. То есть, это упрощенные, сжатые, информативные задачи, которые для того, чтобы проще объяснить для того, кто вообще не понимает в анимации. Теперь нужно это поднимать дальше, да, то есть, вот ты говоришь, что ты записалась на курс, это очень неплохо, потому что у тебя здесь не хватает в первую очередь, не хватает построения, да, то есть, у тебя персонаж весь едет, он изменяется при развороте, например, здесь и здесь персонаж не похож сам на себя, да, ты можешь увидеть, что нос другой, глаза другие, размер головы изменяется, сейчас, извини, секундочку, я просто болею, вот, так получается, что здесь, когда мы анимируем, да, вот, допустим, вот эта вот часть, это у нас изменяется построение шеи, то есть, нам нужно научиться делать конструктивную анимацию, это получается, нужно проводить такие линии и только по ним двигать, ну, как бы прорисовывать лицо, да, не то, что линии, да, нам нужно научиться сохранять персонажа, строить его, то есть, чтобы он не анимался, как Гуфи, да, сейчас уже Гуфи не анимируют, но, скажем, допустим, мне вот этот вот рисунок нравится больше, чем вот этот, да, то есть, у него, считай, больше построение, можно больше найти в нем, да, у него более правильная, например, шея по построению, соответственно, мы должны проанализировать для себя, какой размер шеи у нашего персонажа, где она соединяется, эта шея, теперь смотри, уже здесь, в этом рисунке, начинают вылазить проблемы, это шея, окей, теперь смотри, если это шея, а это голова, да, допустим, человеческая, где соединяется шея, вот это уже челюсть, так, я по твоему рисунку смотрю, там, да, где ты рот нарисовала, теперь получается, что твоя шея влезла к нему в челюсть, понимаешь, теперь, где заканчивается обычно шея, она заканчивается чуть-чуть позади уха, в крайнем случае, вровень с ухом, соответственно, для того, чтобы этот рисунок у нас построился правильно, нам нужно сдвинуть вот этот элемент, чуть-чуть сюда, окей, ты можешь видеть, тогда она встает на место, твоя голова, окей, теперь, это как бы вот такие вот мелочи, но помимо этого, если мы, допустим, сейчас отдельно возьмем мою голову, отдельно возьмем мою шею, окей, и перенесем их сюда, смотри, что получится, разве это та же самая шея? Нет, совершенно другая, другая, другая длина, то есть мы, для того, чтобы мне ее поставить, вот здесь она у тебя заканчивается, но она у тебя не дотягивает, то есть у тебя длиннее шея стала, да, то есть для того, чтобы оно встало, теперь, скажем, даже та же самая голова, да, мы сейчас возьмем, поставим ее в голову, да, то есть чтобы, не важно, что у нас вот эти вот части, да, они как бы крестом стоят не на правильном месте, почему? Потому что линия, она вся та же самая остается, более-менее. Получается, что моя голова, чтобы встать, да, она должна где-то быть где-то, и все, чуть ниже, чуть-чуть больше места оставить, теперь, и вся вот эта вот часть, чтобы соединиться с телом, должна опуститься, это как, чтобы повторить ту же самую анатомию, которая у тебя была здесь, так? И это будет касаться, прости, допустим, твоего хвоста, сейчас, секундочку, ну да, хвост там виляет, то есть, твой хвост не находится на месте, теперь смотри внимательно, допустим, окей, мы взяли с тобой, голову определили, да, вот она, допустим, это построение головы, теперь любовь, он всегда начинается и заканчивается построением, еще до того, как мы начали говорить про движение, понятное дело, что движение нужно изучать, но для того, чтобы перескочить барьер, я любительский аниматор, и стать профессиональным аниматором, я должна научиться двигать, во-первых, любой стиль персонажей, любой вид персонажей, а для этого я должна понять, разбить, как их разбивать на детали, да, то есть, как сохранить, потому что наш мозг не воспринимает рисунок, если я буду рисовать линиями, я редко смогу попасть, да, это называется копирование, я редко смогу попасть в тот же самый рисунок, обычно он хуже, вот, допустим, по моему мнению, копирование чужих анимаций или чужих рисунков не приносит большого счастья, если ты будешь изучать, например, ты поставила себе канвас, поставила рисунок вдалеке, и ты изучаешь его, да, пытаясь нарисовать, да, как рисунок с натуры, но опять же, не линиями копировать, а с построением, с анализом, да, какой процесс прошел тот человек, который сделал это, тогда это плюс, а копирование никогда никому не помогало, поэтому то же самое и здесь, когда мы рисуем просто линиями, только для движения, это неплохо для начала, но чтобы перескочить барьер начинающего, нужно научиться анализировать объект, который мы анимем. соответственно, если ты посмотришь здесь, смотри, что у нас получается, вот у тебя линия глаз, изначально она уже скошена, да, то есть, если у нас это линия глаз, а это линия носа, да, посмотри, у нас получается то, что, во-первых, глаза должны подняться, сюда, так ведь, они не могут быть такими скошенными, во-вторых, если они поднимаются, и это мой размер глаза, тогда второй мой глаз, должен находиться на определенном расстоянии от моего носа, так, он не может уменьшиться больше, чем если бы мне бы позволила окружность моей головы, так ведь, то есть, он же находится на округлой голове, и ты можешь видеть, что если я его ставлю, то получается, что как-то вообще не попала ты со вторым глазом. Ну да, да, вижу. И как бы получается, и ухо уехало. Одну секундочку, я сейчас. Включилась? То есть, смотри, получается, что даже само построение головы, желательно бы его немножечко изменить. Не то, что твоя анимация плохая, она очень милая, очень забавная, очень приятная, но любительская. То есть, поднять ее на уровень, нужно именно к ней относиться уже с более реализованной точки зрения, да, то есть, очень многие аспекты, и простраивать твоего персонажа. Теперь, если даже мы возьмем просто мелочи, то есть, насколько, я хочу, чтобы ты поняла, насколько, допустим, в индустрии очень важен весь этот процесс. Наше тело, да, вот оно, середина руки, до середины руки. Ты можешь видеть, что у него должна быть середина, у нас съехала шея, так? Если у нас одна, одной руки и второй руки, должно быть расстояние плеча, да? А у тебя, что это плечо значительно длиннее, эта рука значительно толще. Есть градация того, что задняя рука будет уже, но это слишком большая разница. То есть, для того, чтобы казалось, что задняя рука уже, пиксельная разница должна быть. Понимаешь, пиксельная. То есть, настолько почти одинаковая, то есть, чуть-чуть. Естественно, это все делается на глаз, но пока мы учимся, я всегда советую немножечко себе помогать, да? То есть, ты можешь видеть, что это все равно рука будет уже, чем эта. И этого вполне достаточно. Больше этого уже не стоит. Если ты будешь ее делать такую, это как полруки. Никакая перспектива тебе этого не позволит. И опять же, всегда думай о перспективе то, что ее в принципе не существует, что это обман. И поэтому, если ты его начинаешь утрировать, мы наоборот начинаем видеть. Узкоугольные перспективы, широкоугольные перспективы, это все обман, их не существует. Это для того, чтобы передать какое-либо ощущение. Поэтому нужно очень аккуратно с этим играться. Тем более, что, скажем, говорить о, допустим, движении в перспективе можно в любительской анимации. Если говорить про перспективу в картонной анимации, то она вообще другая, она более плоская, потому что персонажи должны быть фронтальные почти всегда, мы должны на них смотреть. То есть мы не делаем утрирование перспектив таких сильных. То есть нету такого искажения, такого сокращения рук. Все более спокойное. Никто не делает вот так вот близко-близко к экрану руку. То есть все всегда плавно, чтобы не шокировать детей. И если мы, допустим, даже посмотрим, вот просто даже разбирая один твой рисуночек, если это его хвост, то, значит, получается, где он соединяется? Это странно, да? То есть это мы только что определили, если это линия головы. Допустим, ладно, можно сказать, а он себе по хвосту сбоку присоединится. Сейчас, секундочку. Вот. То тогда получается, что вот этот хвостик, он не соединяется. Смотри, куда пошла линия. Видишь? Угу. То есть получается, что вот этот вот хвост, он должен быть тут. Ага, вижу, да, вижу. И как бы почти во всех вариантах, вот, допустим, смотри, мы говорим про перспективу. Почему никто никогда не задумывается о том, что, окей, ты рисуешь лицо в перспективе, но дело в том, что почему тогда твой воротничок, как будто мы на него смотрим сверху? Угу. Почему мы видим внутреннюю часть? То есть, если я вровень с его глазами, воротник должен быть прямой. А я думала, он немножко провисает вот так вот. Ну, может, идет немножко... Нет, это правильно, то, что ты нарисовала, но есть причина, почему это делается. Потому что уплощаем перспективу персонажей, чтобы они смотрелись более на уровне взгляда зрителя. И, соответственно, мы не можем форшертинг такой сильный делать, да, сокращать так сильно руки, не можем так сильно уменьшать глаза. То есть, все должно быть в пределах минимума, чтобы все выглядело как будто бы немножко, да, то есть, это все равно неправдиво. Вообще, относиться к анимации как к чему-то правдивому, как бы в целом нельзя, так? Потому что это в любом случае обман плоско. Ну да, анимация всегда нужна для того, чтобы показывать что-то неправдивое. Вот, да. Волосы у тебя как раз двигаются очень неплохо. Здесь ты используешь систему волны. И когда я обучаю своих студентов, я считаю, что неплохо начинать именно с процессов, которые не подразумевают сохранение. То есть, как, например, одно из первых заданий мы делаем морф. Почему морф? Потому что модифицировать персонажей, изменять их, да, и не сохранять. Гораздо более прикольнее, фан. И не нужно думать о всем этом, то есть, входить в анимацию с точки зрения морфа или волос, да. То есть, до того, как мы начинаем их более глубоко изучать, это всегда прикольно. Окей? Почему? Потому что здесь меньше волосы могут меняться, может быть. Тоже есть какая-то структура, так ведь, но они могут быть, вот как ты делаешь, распущенные, можно разными стилями их анимировать. То есть, одни и те же волосы, один и тот же дизайн, каждый аниматор может интерпретировать в анимации по-разному, и это прикольно. И у тебя получилась неплохая волна. Это все работает по curve animation, да, или анимация захвата, как вы на русском это называете. Анимация по аркам. Я, кстати, еще, если честно, не умею волну рисовать, это я так, ну, на ощупь, можно так сказать, нарисовала. Очень неплохо получилось. Там, где минусы, например, да, вот, допустим, вот здесь вот, у тебя волосы застопорились, у тебя в основном проблема, есть такое понятие в анимации, как после действия, да, то есть, овершют и оверлап. Теперь, когда у тебя волосы двигаются из точки А в точку Б, они двигаются хорошо, но когда они останавливаются вот здесь, они как будто прибиваются. У них нету, допустим, если мы говорим про волосы, они пошли, да, вверх, опускаются вниз, все. Почему они перестали двигаться? То есть, хотелось бы, чтобы они опустились. Да, у них должно произойти опущение до вот этого уровня. Они же у него полничком стоят сзади, то есть, ты же их делаешь мягкими. Бывают, конечно, разные дизайны, бывает, что и волосы так стоят, да, но все равно при этом мы смотрим на ту анимацию, которую мы создаем, и, соответственно, от этого будет разница в волосах. Окей? Теперь, например, вот здесь вот, да, тоже ошибка. Ситуация, что у меня двигается только вот эта часть волос, не может быть. Почему? Потому что где у меня соединяются волосы? А, ну да, вот здесь где-то. Потому что вся эта часть, она должна быть подвижна, так, одним целым. И если, например, она у меня двигается, скажем, передвигаясь отсюда, она должна вся сдвигаться, да, я должна проанализировать, как у меня будет движение всего этого куска отсюда, вот сюда. и только тогда анимация сможет произойти. Скажем, допустим, вот в этом куске она будет выглядеть немножко по-другому. Ага, вижу, да, да, намного лучше. И ты должна учитывать, что некоторые кусочки придут первыми, некоторые кусочки придут последними, да, то есть есть запаздывания, они не все будут двигаться. Когда они будут наверху, они будут объединены, когда они будут спускаться, один опустится быстрее, подумая о том, что одна копна могла бы быть потяжелее, да, скажем, приблизительно, что я делаю? Вот этот большой кусок, я его то объединяю, то разъединяю, то есть у тебя три элемента, раз, два, три. Эти два, два куска не легче. Соответственно, когда, например, вот в этом, в этом кадре, этот кусочек я разбила на два, да, то есть фактически, этот кусок я соединила с этим, и он превратился в один большой. Угу. И волосы смотрятся, как будто бы они не одним, не одной копной, да, у них там какой-то процесс опускания, поднимания, разделения, потому что ты опускаешься, волосы, они каждый раз, ни одного раза не опустятся, так же, как они поднялись. Мы не можем их все время держать одинаково постоянно. Это будет выглядеть как пластилиновая анимация. Поняла? Теперь здесь волна хорошая, но тоже она идёт, идёт, пока двигается хорошо, потом, смотри, пух, остановилась. Ещё Чуть-чуть меньше, ещё меньше, ещё меньше, ещё меньше, ещё меньше. Соответственно, в этом кадре я бы ожидала увидеть твои волосы, во-первых, комбинирующиеся, да, в одни, как и там, с кусочком идеально, потом они бы вернулись назад, да, возможно, эта бы часть немножко бы запаздывала, да, осталась бы сзади, это бы стояло бы тут, у меня бы получилось сюда, потом мои волосы, скорее всего, бы, ещё бы немножечко опустились бы вниз, да, потом бы, они бы пошли бы, возможно, ещё немножечко в эту сторону, потому что вряд ли у нас столбничком сзади, как налакированные волосы таким образом. Да, да. Теперь, может быть, но это настолько, знаешь, это больше на уровне троллей, да, анимация троллей, когда у них там вверх вот так вот волосы торчали, то есть мы всё равно стараемся основывать нашу анимацию на какие-то реальные элементы, то есть мы стараемся как можно более реалистично показать физику волос. Волосы могут выглядеть по-разному, но физика при этом у них всё равно реалистична. Окей? И потом они возвращаются снова назад, да, и останавливаются где-то вместе одним копном, пучком. Соответственно, анимация у них будет. Дай-ка я послойку сделаю. Я, кстати, заметила, что кончики волос, они же как бы легче, и они двигаются быстрее, чем вот эта вся маска, когда волосы падают, ну, кончики сначала, а потом это вот всё. Очень правильно. Вот, смотри. Сейчас мы, допустим, делаем. Ну, видишь, то есть они как бы вернулись назад немножко, вот тут, перешли дальше, и только потом они встали в своё положение. И всё это надо было бы инбитвинчиками, да, соединять. А у тебя они всё время, посмотри, они всё время находились в одной статике, в одном и том же положении. Поняла? Вот. Теперь, вот это неплохо, мне нравится. Но дело в том, что, опять же, что ты делаешь? Ты делаешь отдельно эту часть, как ухо, и отдельно эту часть. А на самом-то деле, как такое? Это же одна общая масса. Это не то, что у тебя есть какое-то определённое разделение. Так? Соответственно, когда ты анимируешь, ты должна думать о том, что волосы всё-таки цельные. Окей? И процесс они будут, ты не можешь сделать ему, что у него как-то вот так, что ли, то есть у него залысина там, знаете. Как бы, я бы посоветовала, и кроме того, с чего вдруг, допустим, вот этот кусочек опускается быстрее, чем вот этот кусочек. Не может быть такого. Почему? Потому что этот мощнее, он быстрее опустится. Чем тяжелее объект, тем быстрее он падает. И кроме того, этот скорее будет запаздывать, чем этот. Понимаешь? Соответственно, здесь должно быть что-то вот такое. Он ещё на него давит, наверное. Да, и потом у нас будет. О, классно. Но опять же, да, то есть что у нас будет? У нас все твои вот эти линии, они пойдут в обратную сторону. Они могут немножко разделяться, но всё равно при условии того, что они будут одним куском. Переход из этого положения вот в это положение произошёл, ну, очень быстро. потому что здесь тоже должен быть маятник. Сейчас, секунду. Уже три недели болею, выздороветь не могу. Вот. И получается, что здесь у нас из этого положения, пока мы дойдём до этого положения, ещё, эй, гей-гей, сколько должно всего произойти, и сколько процессов должно произойти. То есть у тебя каждый из этих волосиков должен сначала немножко опуститься, да, потом, возможно, они разделятся, да, то есть опустятся ниже. Потом у нас будет происходить вот эта часть, и эта часть немножко может отделиться. Эта часть чуть-чуть начинает отделяться в этом процессе. Потом эти волосы пойдут сюда, потом эти пойдут сюда, да, то есть, возможно, немножко разделятся, не хочу, чтобы они одним большим куском двигались. Да, потом у тебя эта часть опустится, эта часть соединится, это будет запаздывать, да, то есть столько всего еще должно произойти, пока они остановятся, еще сюда и сюда и сюда, дальше много-много, и у нас даже таймлайна не хватит для того, чтобы твои волосы полноценно остановились, а ты сделала 4 кадра, понимаешь? То есть волосы – это такая тема, в которой мы почти не можем сокращать. Быстрые движения немножко можем, но поскольку это механический оверлап, это оверлап, который от нас не зависит. Это не то, что мы мышцы можем остановить, да, то есть, скажем, рука, мы можем быстрее двигать, да, все движения, экшн-картунинг, всегда происходит быстро. В экшн-картунинге, если внимательно посмотреть на волосы, у той же Кармен, например, или у того же Бэтмена, или Кэтвумен, они как раз двигаются очень реалистично. Почему? Потому что мышцы можно делать быстрее, зритель может поверить, что это происходит быстрее, но волосы, да, или уши, там, все эти элементы, вот эта вот анимация хлыста, или маятника, она всегда будет одинаковой, потому что это оверлапы, которые природные, от нас они не зависят. Будем мы сильнее напрягать попу или менее напрягать попу, от этого волоса быстрее двигаться не будем. Вот. Окей? Давай теперь попросим, еще вопросы по этой анимации есть? Я хочу еще твою вторую шарику, вот эту посмотреть, которую... Ой, я пока вас слушала, я уже забыла, что я хотела спросить, но... Сейчас. Сейчас. Ну, то есть, я поняла, что самая большая моя проблема, это то, что я не строю, да? Первый анализ. Неважно, как бы, начинаешь ты строить, даже те же самые волосы, да, то есть, у них тоже есть определенное построение. То есть, ты не анализируешь, я бы не называла это построением, я бы называла это больше анализом, да, то есть, любой элемент, который ты рисуешь, его бы неплохо бы анализировать. То есть, сейчас я тебе покажу, даже... Сейчас чихну. Прости. Вот ты, да. Ой, спасибо. Получается, что вот здесь вот, да, вот эти вот волосы, они точно так же строятся на какие-то определенные кусочки, да, то есть, анализ элементов тебе очень сильно поможет. И как они интерактируют между другими. То же самое у тебя происходит и с телом, да, как у тебя элементы интерактируют между друг другом, как они соединяются, да, то есть, как они находятся по отношению друг к другу в теле, какое расстояние будет от носа, например, в этом кадре, да, и в этом кадре. Почему оно у тебя здесь чуть-чуть больше, а здесь оно чуть-чуть меньше. То есть, это все... Слушай, наоборот. Это все анализ этих всех элементов. Потом вдруг, смотри, например, отношение расстояния до глаза, и здесь отношение расстояния до глаза, да, то есть, ты можешь увидеть, что вдруг, когда я провела эти линии, ты увидела, что этот глаз вдруг немножко выше, а этот глаз немножко дальше. Понимаешь? То есть, по друг другу объекты, то есть, если бы линия глаза была бы правильная, то он бы закончился бы здесь. Понимаешь? И если бы у нас, допустим, нос, да, расстояние от носа было бы правильное, то этот глаз бы закончился бы здесь, потому что это расстояние, которое ты дала. Ага, вижу, да. Другой вопрос, что здесь у тебя по-другому. Угол глаза по соотношению к углу носа или кончику носа, да, все анализ элементов, то есть, построение, не только построение как таковое. Если будешь делать только построение, это будет анатомичный рисунок, но это не будет правильным для анимации. Нам нужно еще анализировать объекты по соотношению друг к другу и как они интерактируют. То есть, если, например, я растягиваю рот, то у меня опускается нос. Почему? Потому что они соединены, они интерактируют друг к другу. Ага, поняла, да. Волосы идут вместе. Получается, что они могут объединяться иногда в одну к вну, ударяться друг от друга, да, разлетаться в разный план. Интеракция. Анализировать интеракцию между объектами. То есть, это не сразу придет, это возьмет годы, пока ты научишься это делать правильно по отношению всего. Каждый раз, когда ты будешь создавать какую-то новую анимашку, тебе будет добавлять еще знаний. Ты проанализируешь один раз кота, один раз собаку, один раз человека толстого, другой раз человека худого. И со временем у тебя наберется в голове библиотека всяких различных анализов, которые ты сможешь анализировать, уже как бы рисуя. А пока что ты должна смотреть много референсов, много прорисований. Допустим, анимируешь ты волосы такого типа, смотри, как двигаются волосы такого типа в интернете. И построение. И изначально можно вообще с каких-то очень легких, простых форм начать, например, и посмотреть эти... То есть, как бы ты делали с головой и с шеей в самом начале. Можно нарисовать, наверное, очень простой дизайн персонажа, но как бы нос какой-то, ну, легкий, такой маленький. Это было бы заметно. Глаза и да. Лучше всего начинать вот с простых персонажей. Если ты посмотришь на вот этих персонажей, да, они очень простые. У них фактически голова шаровидная, носик шаровидный, шапка шаровидная, прямые плоские палочные руки. То есть, чем более простой персонаж, тем больше простых геометрических фигур, тем меньше простых геометрических фигур ты впишешь, чем более они простые будут, тем легче тебе будет анимировать. Так, в общем-то, стилистика. Посмотри, насколько они простые. Вижу, вижу. Там вообще овал. То есть, они очень... формы очень простенькие, детали сами по себе простенькие. И, скажем, эти чуть-чуть посложнее, но тоже, если ты вглядишься, это тоже очень простые шейпы, геометрические фигуры, в которых просто больше деталей. Вот мой главный совет. Спасибо. Пожалуйста. И что ты там хотела по поводу шарика спросить? Мячик. Сейчас. Загрузим. Вот самый первый момент, когда он падает. Самый первый раз, когда он падает, вот. он вдобавок имеет зубы, и они выпадают у него. Это же, наверное, как-то должно влиять на дальнейшее его движение или на этот удар? Ну, как-то... Он же не должен вести себя, как обычный мячик. Смотри, можно это... Я бы сказала, с точки зрения физики это никак не повлияет. Масса его тела не изменится, если у него есть зубы или нет. Это должны быть такие гигантские зубы, чтобы оно как-то повлияло. Но это может повлиять на его эмоциональное состояние, на его игру, например. У тебя выпали зубы, ты же будешь расстраиваться, поэтому шарик не будет расстраиваться. Поэтому ты можешь просто показать, что, может быть, он менее весело прыгает. То есть у него выпали зубы здесь, в следующий раз. Изменилась, допустим, изменилась покраска, то есть он стал, например, грустным. Он стал более опущенным, рисунок будет выглядеть больше. каким-нибудь грустным, да, или, скажем, сделать ему ощущение грустной брови, да, как будто бы ему одна из его частей стала грустной. Точно так же, как у него был рот, да, он может быть грустным. Чтобы мы его оценивали уже как грустного. Или, скажем, его прыжки могут стать меньше, ниже, может быть, он распластается по земле, да, в рыданиях. То есть это можно обыграть как-то хорошей игрой, то есть если мы хотим, и если это важно. Если это второстепенное явление, если то, что он потерял зубы, никак на него не повлияло, то тогда это все нормально, как ты санимировалась здесь. Это ты делала, да? Ну да, так. Единственное, что зубки, конечно, когда падают, они у тебя как листики ложатся на землю. А, да. Хотелось бы, вот как раз у зубов чувствовался вес, чтобы они перекрутились несколько раз, подскочили, вот, и стали немножко другими. Еще у тебя потерялась немного масса в процессе, он был одного размера здесь, потом он вдруг стал крупнее, и мы это заметили. То есть вранье, например, вот таких вот кадров, это называется как бы смирно, они прокатывают только, когда мы сохраняем визуальную массу. Да, и, соответственно, если дальше здесь он у тебя стал чуть-чуть меньше, потом он снова стал больше, а это мы замечаем. А если мы замечаем, значит, ты переборщила. Так же, как и с классами. То есть надо было чуть-чуть меньше делать этих изменений. У меня просто какое-то внутреннее желание сделать все в перспективе, ну, мне просто нравится это, но поскольку это выглядит, ну, не очень, я попытаюсь как-то это исправить. Есть определенные стилистики, которые работают в перспективе. Например, в отеле Трансильвания там очень много утрированных анимаций, но это очень утрированный картун, должен быть определенный дизайн, для того, чтобы так они... Скажем, более реалистичные анимации, они скорее так не будут делать, то есть они будут более, все-таки приближаться к более плоским камерам. И поскольку ты собираешься именно в телевизионную индустрию, то я бы сказала, что там, поскольку уровень анимации для более маленьких деток, то есть это не настроено на взрослый контингент людей, на большой экран, то они стараются детскую психику утрированием не... слишком утрированной в перспективе не травмировать. Ну все, я тебе желаю удачи, очень хорошая анимация, надеюсь, что тебе понравится на курсе Райдварда. Спасибо большое. Я абсолютно в этом уверена, что мне все понравится, и я очень надеюсь на то, что я все-таки закончу, добью свой проект, который я готовлю, вот, анимационный. Я очень рада, что я выиграла в вашем конкурсе. Спасибо вам большое. Спасибо за участие. Пока. До свидания. Продолжение следует...